В последний день мы решили посетить такую достопримечательность, о которой почему-то мало говорят. Ущелье Мешока. Вот он желтым выделил. А адрес GPS, который написал, это адрес парковки, где все ставят свои машины. Не знаю, почему так мало нам об этом ущелье рассказывали, но на нас она произвела самое приятное, самое доброе впечатление. Не знаю, наверное, может быть, это стечение обстоятельств стало. Хорошая погода была. Это было, по-моему, или суббота, или воскресенье. Да, народу было много. Наверное, субботу. Все хорошо отдыхали. Знаете, где-то в Подмосковье такого, наверное, не встретишь. А там вот на этом месте, на довольно-таки небольшом пятачке, было, наверное, человек 500 народу. Пришли с семьями, поставили столики, расстелили скатерти, самобранки. И все чисто везде было. Да, чистенько, аккуратно. Люди принесли из дома какие-то напитки, покушать, бегали дети. В свадьбу приезжали. Ну, очень много свадьев, потому что тут красивые места для фотосессий. Ну, здорово, здорово, здорово. Очень понравилось. Мы даже переглянулись и подумали, вот у нас, в принципе, ущелье Мешока, мы как-то себе не планировали. И поехали сюда только благодаря тому, что мы были в монастыре. И от монастыря возвращались в наш поселок. И, ну, было по пути. Да, и у нас был очень хороший таксист. Мы, вот, к сожалению, видеокамеры не сняли. Не таксист, а попутчик. Нет, это даже не таксист. Да, мы просто проголосовали. И у нас с Аллой, ну, такой был смешной конкурс. Алла говорит, да нет, никто не остановится. А я говорю, ну, давай проведем эксперимент. Вот на сотовый телефон, на смартфон я его снял. И фильм, кто смотрел, хорошо может увидеть эту сцену. И я начал голосовать. Алла пошла по дороге. И ровно третья машина остановилась. И когда он узнал, куда мы едем, он говорит, может быть, вот ущелье Мешок. И он нас прямо сюда довез. Вот такой замечательный парень. Посмотрите, сколько народа, сколько... Есть небольшое кафе. И, ну, так все здорово. Вот эта осень в Адыгее. Запахи, птички поют. Невероятно здорово. То есть нам очень понравилось. Дорогие друзья, кто здесь будет в этих краях отдыхать, обязательно посетите Мешока. Здесь есть такой, как называется, аттракцион. Не знаешь, Алла? Название его. В общем, вы... Увидите. Да, увидите. Сейчас я покажу. И по тросу, натянутый трос, и по тросу на специальном приспособлении цепляется человек. И под наклон спускается с этой горы, вот которую вы сейчас видите, туда направо, на противоположную сторону. Там они переходят на следующую площадку, и оттуда спускаются, возвращаются обратно. То есть в этом плане очень здорово продумано, что человек летит туда, а потом обратно. Ну, конечно, это опасно. Это опасно. Я, как человек трезвомышлящий, я бы прокатился, но меня нигде не пускают. Да, а мне просто ты не дал. Да, мне не пускают, потому что я 120 килограмм, и, как правило, везде запрещено. Алла у меня прокатилась на такой штучке... В русской Алле. В русской Алле, да. В Карелии. В Карелии, да. Кто этот фильм видел, помнит. Ну, очень быстро, я даже ничего не почувствовала. Ну, вот, и мы так решили, и я говорю, Алла, ты у меня одна была, у меня там 4 жены, там, да, а то одна всего. Вот, я говорю, не, давай, оставь. В общем, сэкономил, сэкономил ты. Да ладно, прекрати, ты никогда на тебе не экономлю. Никогда. Я берегу твое здоровье. И, честно скажу, вот это экстрим парк называется, мешок, а честно скажу, что вот ту сцену, которую сейчас вы увидите, и я увидел, меня повергло в шок. Ну, видите, с маленьким ребенком. Я понимаю, что это мама, я понимаю, что рядом с ней ребенок, и ее ребенок, понятно, что не чужой. Но все же, вот в моем личном мнении, свою жизнь можешь подвергать опасности. Ты взрослый человек, ты все продумал, ты все в этой жизни уже, можно сказать, повидал. А подвергать опасность жизни ребенка, который не в состоянии оценить эту опасность. Мое личное мнение неправильно. Ну, это мое личное мнение. Вы, конечно, будете меня критиковать, пишите. Пишите свое мнение, мне интересно ваше мнение. Вот мое мнение такое. Я не очень, не хочу обидеть эту маму, но я остаюсь при своем мнении. Я, да, я готов был спуститься, ради красивых съемок, пролететь. Но мне везде запрещают. Говорят, ой, вы такой дядечка большой, 120 килограмм, порвете нам трос. Ага, вот, кстати, говорят, порвете нам трос. Ну, подожди, 120 килограмм, 110 килограмм, да? Ладно, не отвлекаемся. Ладно, не отвлекаемся. Здесь вот такие фотосессии красивые. Я загляделась, такие невесты, такие ребята, женихи. Да, красивые, дорогие ребята, кто сейчас вдруг найдет себя здесь, вот, женихи и невеста. И вот эта прелестная девочка, у которой фотосессия с мамой, поздравляем вас с вашим событием, поздравляем вам с вашей свадьбой, желаем вам долгих-долгих лет жизни. Берегите себя, берегите свою любовь, берегите свои отношения. И вот эти воспоминания, потрясающие, потрясающие красоты в потрясающем ущелье Мешока, конечно, их сохраните в своей душе. И пусть это будет мой маленький подарок вам, дорогие молодожены. А мы взяли по кофейку, по бутербродику здесь в кафе, и Алла тут же бросилась в пляс. А ей только музыка где-то зазвучит, она сразу в пляс. А потом мы вспомнили, что рядом с Мешока находится великолепная ранчо Амазонка, где мы уже катались на лошадке. И Алла говорит, я хочу, 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 мы завтра уже уезжаем, все, уезжаем в Краснодар, хочу еще на лошадке, на своей... Как ее звать, ты забыл? Вот эту пятнистую. О-о-о-о, позор. В общем, ее любимая пятнистая лошадка, хочу на ней, говорит, прокатиться опять. И, вау, ты говоришь, экономлю. Как я на тебя экономлю? Мы поехали на ранчо Амазонка, и ты снова прокатилась на этой лошадке. В чудесной компании, чудесной компании ранчо Амазонка. Очень рекомендуем, это здорово. Дорогие друзья, не уходите далеко, наше путешествие по Дагеи продолжается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...